Одним из основных направлений работы городской администрации является благоустройство и систематическое поддержание нормального санитарного порядка и развитие инфраструктуры. В решении вопросов благоустройства санитарии, как и многих других, Алабинск всегда отличался тесным взаимодействием администрации с органами территориального общественного самоуправления, квартальными, общественными организациями, депутатским корпусом. С этого начал свой доклад Алексей Матыченко. Мы должны стараемся работать как одна команда на одно общее дело. По-другому сегодня нельзя. Сходы граждан, семинары совещания, конференции в микрорайонах, репортажи на телеканале ЛАБА, приемы граждан главой города. Все эти формы работы с населением позволяют всегда знать самые насущные проблемы горожан. Поэтому утвержденные реализуемые планы по благоустройству поселения максимально ориентированы на жителей города и постоянно корректируются. Коротко проинформирую вас, уважаемые коллеги, о том, что удалось сделать за истекшее полугодие и что предстоит сделать в плане благоустройства до конца текущего года. Вывоз ТБО от населения производится по согласованным с администрацией и Роспотребнадзором, графиком по прямым договорам между оппонентами и МУП «Санитарная очистка». На сегодняшний день процент оплаты от населения немножко вырос и составляет 47,1%. В прошлом году он был около 40% и в конце года 41%. Большой объем работ по санитарии и благоустройству выполняется в процессе ежегодно проводимого в Секубанске двухмесячника. Конечно же, основным мероприятием по благоустройству в первом полугодии 2015 года явился капитальный ремонт мемориального комплекса на площади Победы, который был завершен 9 мая, дню Победы, 70-летию Великой Победы. Проведенные масштабные работы позволили увековечить память 10 800 наших земляков, погибших или пропавших без местности в годы Великой Действительной войны. Кроме этого масштабного проекта, в Лобинске отремонтированы памятники на братских захоронениях и в поселке Прохладном. Сегодня идет подготовка городского хозяйства и жилищного фонда к осенне-зимнему периоду. Паспорта готовности, я думаю, получат все и своевременно. Проведение работ по благоустройству в первом полугодии 2015 года было осложнено проишедшими в мае месяце наступлением чрезвычайной ситуации, связанной с обильными дождями и резким подъемом воды в Малых реках и реке Лабада критических отметок. Глубокую благодарность за поддержку и содействие в решении общегородских проблем главу администрации муниципального образования Лобинского района Садчикову Александру Александровичу, депутату законодательного собрания Артеменко Ивану Петровичу, депутатский корпус города и района, поблагодарить председателей ТОС, квартальных, руководителей, ресурсоснабжающих предприятий. Отдельные слова благодарности жителям нашего поселения за труд, понимание и общий клад в развитие нашего города. В Большом докладе главы города отражены все планы, реализация некоторых продолжается в течение года. Например, экологические марафоны проводятся и весной, и осенью. И вот результат. По итогам ежегодно проводимого конкурса название «Самый благоустроенный город» «Станица Кубани» за 2014 год, Лобинское городское поселение за достигнутые высокие показатели награждено почетным дипломом и денежным призом в размере 600 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на благоустройство городского поселения. В Лобинске продолжаются работы по установке искусственного освещения. Не все сразу, конечно, но уже скоро несколько улиц получат долгожданный свет в темное время. Ремонтируются дороги, город становится более благоустроенным. Проходит время, постепенно, постепенно, все-таки город набирает свои обороты, постепенно увеличиваются объемы и благоустройство, объемы там, где можно проводить работы по освещению улиц, по озеленению, по поддержке людей. Постепенно набирают обороты и работа коммунальных служб. Вот здесь я говорила о проценте вывоза мусора. Когда-то мы говорили о цифре где-то 10-15% людей только принимало во всем этом участие. И вот как бы сегодня уже становится обыденным явлением те цифры, которые Алексей Николаевич называет по работе и выполнению совместных программ и по благоустройству дорог. Вы помните первые наши движения, это одну-две дороги было сделать, это целая проблема. Сегодня мы готовим документацию на газификацию наших дач, начинаем говорить о благоустройстве этих территорий. Как бы мы себя не обманывали, когда шли по этому пути. И, конечно, ваша поддержка, помощь и работа с людьми, она во многом помогала и поддерживала в этой работе. И сегодня, когда уже как бы сформирован вот такой хороший мощный депутатский состав, администрация города, сегодня работа ТОСов, это большое имеет значение. И в связи с тем, что сегодня как бы больше уже начинают говорить о том, что край набрал эти обороты, край ведет очень большие программы. Сегодня больше надо внимания уделить людям, посмотреть, как живет каждая кубанская семья, подумать о том, как улучшить жизнь, как можно ее подкорректировать, имея в руках наши полномочия. А просьбы населения включаются в планы. Их аккумулируют председатели ТОСов. Прошедшие недавно по квартальные сходы граждан определили проблемные вопросы. Чаще всего это дороги и отсутствие уличных фонарей. Но в целом горожане довольны работой власти. Настроение населения позитивное. Интересный сход прошел в квартале номер 39, это район Виноградного. На сход помимо жителей пришло около 30 детей. И, конечно же, первым вопросом прозвучало единогласно. Это отсутствие детских площадок. Население этого квартала растет. И на сегодняшний день 31 дом сдан сиротам. А это 124 семьи и у многих уже двое-трое детей. И отсюда и очередь уже в наш детский сад. Председатель ТОС из поселка Прохладный отметила повышенное внимание к их микрорайону. Летом там прошел большой субботник. Силами местного населения и сотрудников городской администрации очистили детскую площадку. Как сказал здесь глава нашего города, мы единая команда. И это чувствуется. Чувствуется даже по нашему поселку Прохладному. Да, действительно, весна прошла хорошо. Нас не затопило. Наступило лето. И осуществилась мечта многих жителей нашего поселка. Пожалуйста, парк привели в порядок. Сделать территорию Лобинска еще краше и благоустроеннее помогают краевые программы. Причем бюджет края на это ориентирован. Нужно только активнее принимать в них участие. Они направлены на решение как раз тех вопросов, о которых просит население. Но здесь роль населения тоже высока. Поступление налоговых платежей в бюджет формирует базу для софинансирования. В 2015 году краевой бюджет сформирован по программно-целевому методу на 90%. То есть 167 миллиардов из 186 распределены под краевым целевым государственным программам. Их всего 26. Чтобы попасть в эти программы, необходимо софинансирование. И, конечно, проектно-смертная документация. На 2016, 2017, 2018 год сейчас Министерство финансов, наш комитет, Министерство экономики и ряд отраслевых министерств и ведомств Краснодарского края сейчас разрабатывает проект бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы. 98% будет расходов по программно-целевому методу. То есть непрограммных расходов практически не будет. Поэтому задача администрации города – войти как можно больше целевых программ. На этом собрании прозвучало предложение присвоить звание почетных гражданин Лобинского городского поселения Раисе Ивановне Жищенко, возглавлявшей 22-й квартальный комитет более 25 лет. Совет депутатов городского поселения рассмотрит этот вопрос на одной из ближайших сессий.